Здравствуйте! Вы смотрите «Здравые мысли» в студии Денис Гончар и гость сегодняшней программы, председатель комиссии по планированию бюджету и финансам Одесского городского совета Павел Выгримов. Павел, добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Ну что, могу вас поздравить с тем, что сегодня городской совет утвердил бюджет города на 2015 год, и, насколько я понимаю, доходная часть бюджета увеличена более чем на миллиард гривен. Это примерно где-то процентов на 50 больше, чем в прошлом году. С чем связан подобный финансовый оптимизм? Ну, в первую очередь, новые веяния законодательства. У нас появились больше, скажем так, возможности собирать налоги, которые остаются и попадают напрямую в бюджет города. Помимо того, у нас есть две большие субвенции, которые к нам идут из государственного бюджета на образование и на медицину. Это позволяет нам на 1,3 миллиарда гривен увеличить, скажем так, финансирование всех тех базовых социальных направлений, которые есть в нашем бюджете. Можно еще сказать, что действительно, благодаря этим двум субвенциям мы можем и сделали, это уже предусмотрели в бюджете, значительное увеличение расходов на питание в больницах, на предоставление медикаментов, на питание в школах и детских садах. То есть, это все действительно то, на что, на наш взгляд, и должен быть направлен городской бюджет в такое напряженное и тяжелое время. Вот вы, как руководитель профильной комиссии городского совета, удовлетворены ли изменениями в бюджетном и налоговом законодательстве? Можно ли говорить о том, что финансовая децентрализация в Украине идет успешно? Скажем так, мы с оптимизмом, я уже говорил, смотрим на новые веяния законодателя. Конечно же, большой пласт информации за очень короткий период времени пришлось переварить. И еще многим и государственным структурам, и структурам местного самоуправления предстоит проделать много работы для того, чтобы привести всю свою деятельность в рамках новой веянии законодателя. Но то, что шаг за шагом город Одесса получает какие-то инструменты, благодаря которым город может быстрее развиваться, это действительно мы считаем положительно. То есть, есть основные четыре, скажем так, налога, которые сегодня могут взиматься на местах. Я готов о них рассказать более подробно. Расскажите. Ну, тогда стоит нам, наверное, начать с самого главного интересующего горожан налога, который сегодня был принят на сессии. Это налог на недвижимость. То есть, мы должны сказать, что законодательно установлена планка, которая не подлежит налогообложению. Это по жилой недвижимости. Это общей площади, точнее, уже нет такого понятия, как жилая-нежилая площадь. А есть общая площадь. Ее легче определить, что такое жилая площадь. То есть, нет такого понятия и очень тяжело сделать базу для налогообложения. Соответственно, законодатель привел, скажем так, сделал корректировки определенные. Сегодня от 60 метров квартиры, точнее до 60 метров квартиры не облагаются налогами, а также дома до 120. Но по решению депутатской комиссии по планированию бюджета и финансов на совместном заседании двух депутатских комиссий по экономике и по бюджету с привлечением глав всех фракций Одесского городского совета, депутатов городского совета, средств массовой информации, а также общественности, было произведено открытое заседание комиссии. И по обращению мэра города Геннадия Лениневича Труханова было вынесено предложение в два раза увеличить эту планку. То есть, квартиры до 120 метров не облагаются налогом и дома до 250 метров квадратные. А что лежит в основе все-таки такого решения? Есть какие-то проблемы с администрированием этого налога? Или все-таки результат от этих собранных средств был бы несопоставим с негативным социальным эффектом? Ну, насколько нам известно, никаких проблем с администрированием этого налога нет. Дело в основном заключалось в том, что я как депутат-мажоритарщик, встречаясь на округах, я слышу, какая большая сегодня финансовая нагрузка ложится на горожан. Вы знаете, что тарифы на энергоносители увеличились в разы. И при средней нашей заработной плате, хотя в Одессе это еще мы можем констатировать, что по данным статистики это порядка 3-3,5 тысячи гривен. Это еще, скажем так, высокая зарплата по сравнению с другими городами, но когда счет приходит на ту же квартиру и ты должен заплатить, вот если бы оставили мы порог 60, то это там 2 тысячи гривен. А при зарплате человека в 3,5 тысячи это просто не посильно было бы многим горожанам, особенно социально незащищенным, плачивать такие большие суммы. Поэтому позиция мэра города и нашей депутатской группы и большинства, как сегодня мы увидели на сессии городского совета, практически единогласно был поддержан внедрение этой льготы, можно сказать, по этому налогу. И можно сказать, что мы полностью все налоги, где мы могли сделать послабление для горожан, мы везде это сделали. И это пример, вот один из примеров, это внедрение этого налога. В то же самое время хотелось бы сказать, что для коммерческих организаций мы оставили налог на уровне, который установил законодатель. Сегодня это составляет для всех бизнес-центров, складских помещений, торговых центров. Везде мы установили такой же налог, как и законодатель, который составляет 1% от минимальной заработной платы, что составляет порядка 12 гривен с копейками. И этот налог в перспективе, когда будет создана база налогообложения, когда мы сможем его администрировать, тогда действительно это будет одним из ключевых налогов доходной части бюджета города Одессы. А вот Вы говорите, что когда будет создана база, а какое время этот процесс может занять? Это вопрос месяцев, недель или может быть несколько лет на это уйдет? Нет, ну и я не думаю, что несколько лет. Сегодня Вы знаете, что также идет реформирование налоговых органов. Насколько мне известно, промежуток временной где-то это порядка трех месяцев. Но уже, по-моему, были даны все распоряжения, начиная от кабинета министров и заканчивая местными фискальными органами. По началу формирования всех баз, необходимых для администрирования по местным налогам. Поэтому я думаю, что это будет сделано в скором времени. Кроме того, городской совет установил размер акцизного налога. Я так понимаю, что именно он должен в большей мере будет наполнять городской бюджет. Да, в наших планах действительно, я хотел бы рассказать немного об этом налоге. Налогом облагаются розничные торговцы под акцизными товарами. В том числе под акцизные товары попали все алкогольные напитки, пиво, попали все виды топлива, масел, жиженый газ. Табачные изделия. Табачные изделия, безусловно. И, скажем так, это интересная новая форма налогообложения. И они будут, все товары, которые продаются, будут облагаться 5% налогом к НДС. То есть, стоимость СНДС плюс 5%. По нашим прогнозам, более 150 миллионов гривен мы должны получить в наш городской бюджет от такого внедрения, такого вида налога. И что касается транспортного налога, который будут платить владельцы крупнолитражных авто. Насколько я понимаю, он рассчитан на какой-то достаточно небольшой сегмент автомобилей. И затронет, судя по поступлениям, 6 с лишним миллионов, так понимаю, планируется собрать. Несколько сотен всего авто, 2-3 сотни. Почему такой очень осторожный расчет, я бы сказал. Ну, действительно, мы очень осторожно подошли к этому вопросу, к этому налогу. Ну, нужно начать с того, что совсем недавно, еще до принятия Верховной Рады всех изменений, во всех проектах было написано, что автомобили, начиная там дизельные от 2,5, потом до 3, и все время происходили какие-то изменения. Вот сегодня, когда мы получили уже решение Верховного Совета, мы увидели реальную картину и начали затребовать данные. То есть это было в начале буквально января месяца. Естественно, собрать данные невозможно за такой короткий период времени, тем более все праздники и так далее. И когда мы получили все ответы, мы формировали, то есть, скажем так, прогнозные показатели определенные. И получилось так, что база для администрирования, которая должна быть, у нас появились некие цифры, и мы решили все-таки, в связи с тем, что уведомления горожане, владельцы этих транспортных средств должны получить, либо должны сами предоставить такую информацию, может забирать какой-то период времени, мы решили с осторожностью подойти к плановым показателям по данному налогу. Но хотел бы сказать, что все владельцы транспортных средств, срок эксплуатации которых не превышает 5 лет, и объем двигателя, у которых свыше 3000 кубиков, облагаются налогом 25 тысяч гривен в год. Это установил законодатель. Мы же, в свою очередь, просто, скажем так, наши местные проекты решения привели в соответствие с нормами законодательства Украины. Вот скажите, Павел, вместе с передачей финансовых потоков, скажем так, на места, передает ли центральные органы власти и часть финансовых обязательств перед населением местным органам власти? И готов ли город брать на себя эти финансовые обязательства? Вот вы говорили о субвенциях на медицину, на что еще? На образование. Да, вот передает ли вместе с этими деньгами центральная власть еще какие-то дополнительные обязательства по сравнению с тем, что было в прошлом году местной власти? Ну, у нас есть определенные обязательства в виде так называемой реверсной дотации. То есть, все-таки город Одесса в глазах депутата Верховного Совета считается, наверное, городом все-таки донором. И порядка 100 миллионов гривен мы должны вернуть в государственный бюджет. Но в то же время мы считаем, что в связи с тем, что у нас действительно есть такие две большие субвенции, мы спланировали это и привели наш бюджет в рамках закона. И, скажем так, что касается обязательств, то мы для себя определили сами, скажем так, каким мы считаем, что должен быть бюджет. Ну, я хотел бы объяснить, что бюджет может быть, например, двух-трех типов. Первый – это может быть бюджет экономически эффективный. Когда мы инвестируем все доходы, скажем так, бюджета, направляем на дополнительное развитие, мы направляем на, скажем так, энергоэффективность, энергосбережение, какие-то такие вещи, которые впоследствии экономически положительно очень свяжутся. Помогут или заработать денег, или сэкономить. Да, то есть можем создавать новые предприятия, производства какие-то коммунальные, улучшать инфраструктуру, инвестировать все средства в энергосбережение, например. Или мы можем сделать бюджет социально ориентированным, когда мы понимаем ту ситуацию, в которой сегодня оказались горожане, все украинцы, понимаем, какие платежи сегодня действительно, какая нагрузка большая финансовая ложится на каждую семью в отдельности. И мы все средства инвестируем в социальную сферу. И когда первый раз мы встречались с членом бюджетной комиссии, с мэром города, у мэра был однозначный ответ, что только социальной направленности должен быть бюджет. И никакой там золотой середины, ничего подобного. О чем это говорит? О том, что вот это то, о чем мы говорили. Питание в школах, помощь ветеранам Великой Отечественной войны, помощь людям с ограниченными возможностями, программа равенства, все другие социальные программы, которые действуют у нас в городе. Питание в больницах, питание в школах. То есть, ну, хотел бы просто привести примеры, чтобы вы не думали, вот в Киеве отменили питание. Ну, у нас даже, у наших депутатов даже... В каких учреждениях? В школах города Киева, да. И мы считаем, что это неправильно. Что да, мы есть где, над чем еще необходимо работать, департаменту нашего образования, городского совета, в плане, что некоторые родители могут себе позволить давать с собой ребенку в школу еду. Но есть такие родители, которые в сегодняшней ситуации, наоборот, будут знать, что в школе нормальное питание, чтобы оно стало более качественным в этом году, и, может быть, пусть ребенок лучше в школе питается. И таким образом мы те средства, которые город зарабатывает, мы направляем на социальную сферу. И вы знаете, какая ситуация с медикаментами. То есть, рост колоссальный. То есть, несмотря даже на то, что рост там составил где-то полтора раза, то есть в два раза мы увеличили финансирование на бесплатные медикаменты и на финансирование приобретения больницами всевозможных лекарственных препаратов. Ну, вот насколько я знаю, то медикаменты стремительно дорожают, потому что они во многом завязаны на импорт и на курс валюты, на курс доллара в частности. Вот скажите, пожалуйста, насколько в целом бюджет Одессы, насколько он привязан в своей доходной, либо в своей расходной части к курсу валюты, и вообще вот на какой курс ориентирован этот бюджет? Ну, скажем так, прогнозировать курс, к сожалению, мы не можем и не беремся даже за это. У нас есть... мы очень зависимы от курса, и связано это в первую очередь от того кредита, который был взят предыдущими властями. И тут мы говорим о том кредите в швейцарских франках. Большому... можно констатировать факт, что из тех успехов, которых удалось достичь, это то, что был пересмотрен кредит и реструктуризированный, и он был переведен... 50% были переведены в гривну, 50% остались в швейцарских франках. Вот подорожал, по-моему, буквально недавно процентов на 20 швейцарских франк, или на 15, где-то так, да? Да, ну, в проекте бюджета мы закладывали курс порядка 18 гривен за швейцарский франк. То есть что-то среднее между реальным курсом, да, и курсом НБУ, в надежде, что рано или поздно эти курсы сойдутся. Да, и в принципе, ну, если курс будет расти, мы будем выносить на сессию, еще более, то мы будем выносить на сессию проекты решения о корректировках. Но хотелось бы сказать, что на сегодняшний день, вот в прошлом году, я тоже, по-моему, выступал в вашей студии и говорил, что какое счастье, что у нас бюджет 300 миллионов, бюджет развития 300 миллионов гривен. И что никогда такого бюджета у нас не было, и когда-то весь бюджет города был 150 миллионов. Это было много-много лет назад, но в этом году у нас уже бюджет 450 миллионов гривен. Да, и мы, конечно, все с вами понимаем, что инфляционные процессы, конечно, это во многом съедают, но, тем не менее, мы должны констатировать, что бюджет развития 450 миллионов гривен в городе Одессина планируется в 2015 году, и на 450 миллионов гривен мы сможем сделать, скажем так, капитальные инвестиции в наше городское хозяйство, и в наш город, в ЖКХ, в транспорт, в приобретение оборудования для больниц и так далее. Бюджет развития, я думаю, что мы будем рассматривать уже на следующей сессии. И, в принципе, несмотря ни на какие валютные колебания, я думаю, что 450 миллионов гривен – это довольно-таки достаточно, чтобы отвечать по всем своим обязательствам перед кредиторами, то есть по тому кредиту, который у нас сегодня есть в швейцарских франках. Я думаю, мы это с достоинством преодолеем. Вот что касается внесения изменений в дальнейшем, звучали мнения, что бюджет еще достаточно сырой, недоработанный, и, дескать, лучше подождать еще неделю-другую, а потом уже принять и вносить в него меньше изменений. Ваше мнение, как руководителя профильной комиссии, все-таки что лучше было? Принять его сейчас, в том виде, как есть, и потом его по необходимости корректировать? Или все-таки имело смысл подождать какое-то количество времени? Нет, на самом деле мы с уважением относимся к любому мнению. Нет идеальных документов, но я хочу сказать, что была проведена очень большая работа. С нами даже очень другие города консультировались, и нельзя сказать, что бюджет сырой. Наоборот, он показательный, и показательный даже для других регионов нашей страны. И в его разработке некоторые депутаты просто были в отпусках, в разъездах, и не смогли принимать участие в том большом количестве заседаний комиссий, которые были. В средствах массовой информации можно было наблюдать за совместным заседанием двух профильных депутатских комиссий, на которых, по моим подсчетам, человек 50-60, может быть, больше, было практически общественное слушание. Мне напомнило, по проекту бюджета мы никогда такого ранее не делали, но в связи с ситуацией в стране и так далее, мы решили полностью отработать все возможные вопросы, которые могли бы у кого-либо возникнуть, прислушаться ко мнению всех депутатов, общественников средств массовой информации. Приняли участие представители всех депутатских фракций Горсовета. Именно поэтому я думаю, что сегодня все депутаты, присутствующие в зале, единогласно поддержали проект бюджета на 2015 год. О чем говорит тот факт, что проведение сессии Горсского Совета, во время которой, собственно, принимался бюджет, не сопровождалось митингами и акциями протеста? Или все силы тянул на себя областной совет, который в это же время принимал бюджет области? Я думаю, что мы очень много говорили, и на сайте был заблаговременно вывешен проект бюджета. Он полностью социально ориентирован. Я думаю, что нужно очень хорошо постараться, чтобы найти и придраться к чему-то глобальному или к чему-то такому, что действительно вызывает какой-то резонанс и требует того, чтобы люди выходили с транспарантами. И мне очень импонирует позиция Одесского городского головы о том, что каждую пятницу происходят встречи с общественностью, и можно еженедельно встретиться с мэром города, задать ему все вопросы, и туда и приглашаются и все депутаты, и главы комиссии, начальники департамента всех. И ответы на все вопросы можно получить еженедельно и в одно и то же время, в одном и том же месте. И, наверное, с каждым разом перед сессиями все меньше и меньше этих митингов у нас, демонстраций и так далее. Это очень правильно, это очень приятно, чтобы все проблемные вопросы решались в рабочем порядке и системно. Ну и, как я сказал, действительно, наш проект бюджета, он социально ориентирован. Хотелось бы еще отметить, что сегодня очень важное было принято решение, благодаря которому было получено целый ряд льгот, было предоставлено, например, Одесской филармонии, библиотеки Грушевского, целый ряд частных школ и детских садиков, целому ряду, точнее, всем коммунальным учреждениям городского совета, баскетбольной школе имени Бориса Давыдовича Литвака. И можно еще очень-очень долго перечислять, но ни одной программы не хватит, чтобы перечислить все те социальные направления, на которые направлен бюджет города Одессы. Спасибо вам большое за участие в программе «Здравая мысль». Напомню, сегодня у нас в студии был Павел Вугельман, председатель комиссии по планированию бюджету и финансам Одесского городского совета. Мы обсуждали бюджет Одессы в 2015 году. Мыслите здраво, берегите себя и смотрите наш канал. Мы обязательно увидимся. Всего хорошего. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!